Здорово, народ! Ну что ж, по нашей свежесложившейся традиции начнём с микроновостного сегмента. Госзакупки, госзакупки, госзакупочки мои! В общем, на официальном сайте этих самых госзакупок появилась инфа, что в этом году в Москве будет потрачено 450 лямов на классический разгон туч на майские праздники День России и День Города. Ну, прямо-таки необходимейшее мероприятие в наше время, когда все по домам сидят. Зависаешь такой на самоизоляции и прекрасную солнечную погодку из окна мониторишь. Прикидываешь? Интересная картина. А ещё есть угарная новость из американского штата Юта. Там пятилетний пацан подрезал у своих родителей ключи от машины и поехал в Калифорнию покупать ламборгини. Правда, весь его бюджет составлял 3 доллара. В общем, сложности не хватает всего 37 рублей. Далеко он, конечно, не уехал, и уже через 3 километра его остановили полицейские. А родственники малого утверждают, что он никогда не сидел за рулём и вообще не понимают, как он смог намутить ключи и завести автомобиль. Вот такой вот маленький хастлер. Ему теперь в клипах Сэпроки только сниматься. Вот в наши дни что может быть легче, чем надеть медицинскую маску? Вроде бы максимально простое и примитивное действие, но президенту ЮАР оно доставило кучу проблем. Блин, да что не так с этой маской? И почему у аудитории не нашлось ни одного человека, который подсказал бы ему, как с ней обращаться? Андрей, помоги ему, разъюнуть, шокер на шокер. Да я больше чем уверен, что он и сам в не восторге от происходящего. Но этот эфир всё-таки на всю страну показывают, так что приходится изъёбываться. Я ебал ее, анал шагал, дымал, поебу. И если вы вдруг думаете, что это такой единичный случай, то вы глубоко ошибаетесь. Потому как министр юстиции Бельгии наступает на те же яйца только в профиль. Блядь, ну пиздец, этот вообще ее как шапку надевает. Полная пизда. Серьезно, человек, который не знает, как использовать маску, демонстрирует, как ей нужно пользоваться. Ну, 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 еблан ты, дубой, блядь. Ну, ну, заранее потренироваться. Неужели было трудно потратить пять минут своего времени, чтобы не выставить себя на посмешище? Скажешь ли, долбоёк? В общем, это очень странно, что люди не знают, как использовать подобные средства защиты. И я очень надеюсь, что им никогда не придется со спецкостюмами дело иметь. В общем, мы тоже совсем ругались. Вот вы когда-нибудь оставляли свои второй половинки знаки внимания в виде написания всякой хуйни под окнами? Если да, то обязательно напишите об этом в комментариях, может, у кого-то какие-то прикольные истории есть. А вот чел из этого видео не стал раскошеливаться на всякие баллончики и решил хуйнуть по-крупному. Вы просто гляньте на это. Как тут... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бабик! Пока я не в ту сторону пичь! Ха-ха-ха-ха-ха! Эх! Ну, надо же было так, а! Небось, хотел таким образом прощения попросить, но что-то перемудрировал с ориентированием и на потеху местных пиздюкам накосячил еще больше. А-а-а! Бида! Я так старался весь день на морозе снег топтал. А так, между прочим, и простудиться недолго. Ну как он мог допустить такую нелепую напечатку? У него что, раскладка что-ли так переключилась? Хотя что надо говорить? Вы про отель Никс что-нибудь слышали? Никс встроил американец и русский. Мы сначала очень удивились, но теперь в принципе понятно. Да и вообще, мне кажется, это не ошибка, а особенность шрифта. Так сказать, авторская задумка. Дизайнер! Мужчина-волк, одинокий! И вот судя по тому, что он там натоптал, я кажется, теперь знаю, кто проебался с логотипом для группы Корн. Правда, в этот раз его проеб не принесет ему такого успеха, как в прошлой. Давай по-новой, Миша, в шуху я. Зато парочка этажей ниже, глядя в окно, в довольной улыбке расплывается чувак по имени Катер. Сука, и мне так дико нравится, как парнишка от осознания того, что проебался, рухнул в сне. Как бы понимаешь, что возможности исправиться у него не будет. Но это не беда. И так сойдет! Да и как бы там ни было, я уверен, свой одобрительный плюсик отдам, и он в любом случае получит. Ведь в наше время нечасто встретишь настоящих романтиков. Как неожиданно, и приятно. Очень приятно. Ой, ну что ж, как бы у нас тут начинается наша классическая рубрика «Видеовыборы». Расклад приклад наш неизменен. У нас было три. Три кандидата. Вот они, посмотрите на них, классные кандидаты. Я на самом деле за другого типа отопил. Но с довольно большим отрывом побеждает видос под названием «Карантинная центрика». Вот, вот. Вообще ни слова, ни вот так вот. Галя, на подобную хуету не каждый согласится, даже будучи надежно привязанным. Нихуя ты баклажан, блядь. Ну ты натуре габан, блядь. И вот вначале мне на секунду показалось, что Барри в костюме испандекса. Но, присмотревшись повнимательнее, все встал на свои места. Если, конечно, оно могло так сделать. В общем, они его пленкой тупо обмотали. Навесили, блядь, хуйня всякая. Я не знаю, как вам, но вот мне почему-то кажется, что эта задумка принадлежит как раз таки самому летчику. Он уж больно сильно, типа, украдуется, что его тестовые испытания проходят успешно. Я не знаю, что мужик во время полета прям как из Вентуры горланит. Не поняли, к чему я это? Вот к чему. В общем, самое главное, чтобы после этого кореша его отмотали, а то потом из кокона какая-нибудь прекрасная бабочка вылупится. Ну или что похуже. Утром у меня вышла черепаха. В общем, это была рубрика «Видео выборы». И вы, кстати, можете заценить мой новый Моран Дэй тревел-влог из Канады. Я ездил как-то в Канаду еще когда не было коронавируса, поэтому жмите на подсказку или заходите по ссылочке в описании и зацените его душой одну лампу во всех. Красава! Бесплатный онлайн-экшен, который ты можешь строить и уничтожать. Суббит. А у нас тут есть алдовое интервью прямиком из 1996 года. И, блин, оно прям вот в духе вот классических видосов для 100-500 вот. И из него мы с вами сейчас узнаем, чем же нам попахнуть от настоящего мужика по версии журнала «Армейский мазь». «Армейский мазь?» «Армейский мазь?» «Армейский мазь?» «Сколько не старался, так и не смог выговорить фразу. А все потому, что репортер ему ебаным микрофоном в ебло тычет». «Армейский мазь?» «Армейский мазь?» «Армейский мазь?» «Армейский мазь?» Господи, господа, спасибо за просмотр этого эпизода «Плюс-то 500». Ну чё, как? «Заебись!» Если заебись, ставим пальчиком «Заебись!» И спасибо, что это сделали. И я вот, чтобы вам отплатить, сделаю вот так. Классный звук такой. В общем, ещё не забывайте ебашить в кануле. А, хочется. Хватит. Вот, в него, не забывайте ебашить, чтобы ничего не пропускать. Ну, а это был «Плюс-то 500». Передевашёт охуительный музыкальный номер. Меня зовут Максим. Пока. Пока. «Плюс-то 500» Там, там, пятилетний, там, пятилетний, там, пятилетний, там, пятилетний. Твои глаза такие светлые, как небо. Для тебя твоя оса ко мне в камеру залетела. Гони в пизду её ебаные полосатые тела. Твоя оса. Я хочу подставку снять. Да, в этом. Ну, спереди можно было и не убирать. Потом достаточно было и кратко снять. А-ш-ш-ш-ш-ш. Гони в пизду её, ты. А-ш-ш-ш. Сосанка, пипка. Такие чистые, как небо. Для тебя оса. Гони в пизду её, ты. А-са-паза-паза-паза-паза-паза. Гони в пизду её, ты. А-ш-ш. Продолжение следует...